Здравствуйте! Вы смотрите канал УТС. В эфире новости экономики и бизнеса. В студии работает Ксения Петренко. Начинаем выпуск с цифры дня. Более 12 триллионов рублей. Такова сумма наличных, скопившихся по состоянию на 1 октября на руках у граждан и в кассах российских предприятий. Рекордный с начала года прирост на 28% эксперты связывают с пандемией. Такого не было, по крайней мере, с 2012 года. Для сравнения, перед самым коронакризисом на 1 марта 2020 года этот рост был в 4 раза ниже и составлял всего 7%. Сегодня в выпуске о повышении налога для богатых, компенсации для любителей фитнеса и росте цен на продовольствие. Подробности далее. В России предложили ввести повышенный налог для состоятельных граждан. Это касается неинвестируемых средств. Такая инициатива содержится в отзыве экспертов Высшей школы экономики на проект федерального бюджета на ближайшие три года. Экономисты предлагают установить уровень в 20 и 24% для физических лиц с доходом свыше 12 миллионов и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже в 30% налога на прибыль. Российские власти объявили о масштабных изменениях налоговой системы страны. Так, с 2021 года Россия отказывается от плоской шкалы налогообложения. Сбор с физлиц, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год, увеличится с 13 до 15%. Помимо этого, с нового года в России вводится подоходный налог на доходы от облигаций на сумму свыше 1 миллиона рублей. Компенсация за занятие спортом закона проекта по правках в налоговый кодекс внесло правительство страны на рассмотрение в Госдуму. Если документ будет принят, то можно будет оформить налоговый вычет на абонемент в фитнес-зал. Максимальный размер вычета 13% от суммы 120 тысяч рублей. Это 15,5 тысяч в год, добавили в Министерстве спорта. Кроме того, в законе будет закреплено понятие физкультурно-оздоровительных услуг. Теперь чиновники должны разобрать перечень услуг, на которых будет распространяться льгота. Например, фитнес, йога, пилатес, плавание и другие. Цены на продовольствие растут пятый месяц подряд. За октябрь значительнее всего подорожали зерновые, сахар, молочная продукция и растительные масла. Это данные Росстата. За прошлую неделю сахар прибавил в цене почти 8%. Также подорожали подсолнечное масло, плюс 1,8%, и куриные яйца, плюс 1,5%. В некоторых регионах рост цен на указанные товары достигал 6%. Также отмечают рост цен на плодово-овощную продукцию. В среднем она подорожала на 1%. При этом огурцы стали дороже на 8,5%, помидоры почти на 5%. Капусты и яблоки тем временем подешевели на 1%. Немецкий автопроизводитель Volkswagen получил в свое распоряжение целый греческий остров для эксперимента с зеленым транспортом. Он называется Астепалея и находится в Эгейском море. В рамках проекта в ближайшие два года мировой автогигант полностью переведет остров на электрический транспорт и возобновляемые источники энергии. Около 1500 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания заменят на 1000 электромобилей. Помимо электрокаров на острове будут пользоваться электроскутерами и электровелосипедами. В общей сложности проект рассчитан на 6 лет. Не время для путешествий. Представитель МИДа Мария Захарова рекомендовала россиянам по возможности перенести поездки за границу до стабилизации ситуации с коронавирусом в мире, которое, по ее словам, пока что продолжает стремительно ухудшаться. Согласно официальным данным, 90% всех важных случаев заражения приходится на прибывающих из Турции граждан. С начала августа в Россию вернулись почти полтора миллиона человек, 10 тысяч из которых заразились. Кстати, эксперты объясняют такую статистику тем, что Турция в данный момент единственное массовое направление отдыха. И более того, через турецкие города россияне часто летают во многие другие страны. И в завершении выпуска житель американского города Джексонфилл приврался в доме и разбогател на 10 миллионов рублей. Нет, клад он не нашел, а вот лотерейный билет, который купил почти месяц назад, попались на глаза. Мужчина стер защитный слой и выиграл в мгновенную лотерею миллион долларов. Он предпочел забрать выигрыш единовременно и после уплаты налога получил 790 тысяч долларов на руки. На этом у меня все новости. Желаю вам удачи. Оставайтесь на канале ОТС и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!